В малом драматическом театре премьера Вишневый сад Льва Додина это по сути новое прочтение классики. Судьбу старинной усадьбы решает звездный состав артистов Ксения Рапопорт, Данила Козловский, Елизавета Боярская и Игорь Черневич. Действие не ограничивается сцена и публика также станет своеобразным участником спектакля. Павел Рыжков побывал на генеральной репетиции. Зрительный зал службы театра превращает в интерьеры дома старую усадьбу под музыку. Скрипки задают настроение и установщикам декораций, и актерам, которым предстоит разыграть знаменитый сюжет, буквально находясь среди публики. Для постановки Льва Додина понадобился вот этот любопытный реквизит. Старинный кинопроектор. Никакого переноса во времени сюжета нет. Дело в том, что во время написания пьесы кинематограф уже существовал. Как и тогда, так и сейчас с помощью проекции наглядно можно представить бизнес-проект под названием «Вишневый сад». Благодаря такому занятному приему Лопахин стал убедительным топ-менеджером на презентации, посвященной идее, как извлечь выгоду из старого сада, давно не приносящего доход своим владельцам. Если «Вишневый сад» разбить на дачные участки и потом отдавать в аренду под, 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 дать, 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 дать. Самого Данилу Козловского, в отличие от героя, не интересуют сухие цифры. Для создания образа коммерсанта начала прошлого века актеру важнее найти взаимосвязь сада и его семьи. Помимо сверхпривлекательного бизнес-проекта, для него, в первую очередь, «Вишневый сад» – это свидетельство его рабского прошлого, от которого он хочет всячески избавиться. Он хочет снести этот дом, снести этот сад, снести все, что напоминает ему о том, когда его отец и дед были рабами, и когда он бегал здесь зимой босиком, не имея даже обуви. И когда он был точно таким, ничего не изменилось. Весь, весь белый. Продавцом собственного сада Додин сделал Ксению Рапопорт. Её Раневская тонкая и немного нервная натура. Здесь словно кинозвезда немого кино. Вынуждена вернуться из Парижа, чтобы решать с родственниками ненужные ей проблемы. В спектакле «Братом её героини» стал Игорь Черневич. Вжившись не без иронии, ещё и в роль защитника сада. Он вспоминает, что их «Вишневый» указан даже в энциклопедическом словаре, как самый большой в Европе. На этих людях что-то держалось. Я, конечно, больше сочувствую. Хотя немного и чуть-чуть издеваюсь. Додин вернулся к теме «Вишневого сада» через 20 лет, убедившись, что новое поколение театральных актёров сумеет сыграть столь знаковых персонажей. Вообще, я, честно говоря, рад очень компании, которая сложилась. Она может нравиться, кому-то может не нравиться. Я не говорю, что они прекрасны. Я просто говорю, что я этой компании очень рад. Она для меня выражает то, что хотелось выразить, выражает то, о чём мы думали все вместе. Одну репетицию сделали для своих, избранных зрителей. А Елизавета и Боярская их мнение важно вдвойне. Актриса Лариса Лупиан поддержала дочь. Она сказала, наверное, если Чехов писал свои пьесы, он, наверное, бы хотел, чтобы они выглядели именно так. И вот она сказала, что так, как я его понимаю, так, как я его чувствую, так, как мне хотелось видеть Чехова, это вот именно такой спектакль. Додин, поставив культовую пьесу, снова доказал, что классику и в особенности Чехова можно ставить безо всяких новшеств, лишь используя приёмы русского психологического театра. И бессмертные фразы драматурга будут обретать смысл и знаковость в современных реалиях. Павел Рыжков, Александр Григорьев, Евгений Гальперин, Киропали, НТВ Петербург.